Да, я иду. Доброе утро. Доброе утро. Марин, вы не проспали. Что-то странное сегодня однако. Я все время просыпаюсь в 7. В 8 не могу проспать никак. Понятно. Так, а у нас... Клад соединяется. Так. Марин, остались ли вопросы по... По тому, что вы не проходили? Нет, вроде. Но я это когда-то уже проходила, поэтому... Вроде как нет. Николай не хочет, но ладно, подождем. Он в прошлый раз тоже не хотел. Да, да, да. Вот у меня то же самое. Все. Николай подсоединился. Да, доброе утро. Доброе утро. У вас разговаривающие обои? Нет. Так лучше. Так интереснее. Другое дело. Ну, а Леонид по принципу дискриминации Linux не до человека. Николай. Итак, читаем. Что мы читаем? Кроме хиты. Третье... Четвертое упражнение. Марин, начинаем. Я сегодня не в волосе, извините. Если что. Петь не надо. Рано. Пока. Там не вала, по-моему, была. Нет, нет, она сказала бала. А, все, пардон. Рам, кар, вана, вара, вар, шата, варата, вач, вачана. Только вы не удлиняйте гласные. Гласные, если там вач, то не удлиняйте, не говорите вач. У вас вы растягиваете, как бы распеваете, а получается толкое. Вачана, вачхата, тава. Прям таки тава? Таба. Ой, нава. Мы так договоримся. Нава, да. Я уже хотел похвалить, думал, скажу, Марине больше заданий по чтению давать не будет. А вот, а вот. Жан, парама, та, ха, дама, мама, дхана, пада, я, ча, шака, пала, патха, радха, дата. Ха, катара, чарана, шата, шататама. Только в чарана все-таки надо язык поднимать. Вы на читаете, как обычное деревенское. А надо все-таки... А я стараюсь, может быть, так слышите? Я стараюсь здесь бать. Недостаточно, значит, заворачивайте. Еще заворачивайте. Я вижу, что неделя прошла без упражнения заворачивания языка в трубочку. Хорошо. Чарана. Бегло читайте, что же говорить, если бы еще не ошиблись в Нава. Я бы вообще сказал, что чтение вам это противопоказано. Леонид, давайте до конца. Так же бегло, как Марина. Вот это нормально было, да? Нормально, так вы начинаете сильно заранее, поэтому у вас уже ЧА и РА уже с завернутым языком. ЧА-РА-НА. Да. КА-ТА-РА. ГА-РА. А здесь, наоборот, не заворачивайте. Здесь зубная Т, а вы ее слегка церебрализовываете. КА-ТА-РА. 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 ГА-ДА-ТХА. Э-РА-ТХА. ПА-ТХА. ПХА-ЛА. ЧА-ША-КА. Я Пада Дхана Мама Дама Ха Са Парама Чан Мава Так, 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 так Что за мава? Уже было та, тава, мава На, нава Что значит? А я и сказал нава вроде Нет, вы сказали мава Не, 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 я вот Мы Это чече, чече, еще чече, чтобы такие придурки, как я, не придирались Ну что же вы так строго Ма, на, ва, на, на Просто н, на и на Видите, ваше н от мани отличить О чем можно дальше с вами разговаривать? Сыть Сыть На, ва На, ва Что означает? Был такое слово, это я помню Я рад Искренне Да Что означает? На русское похоже Так, молчать А, новый Девять Поехали дальше Так Гадатха Начана Ой, ва, ва, вачан Вачана С Гадатха Есть одна проблема Вы смотрите в, 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 в печатный учебник? Да А вы исправляли опечатки? А А, вот я тоже, да, заметил, потому что я такого слова не нашел А почему молчали, Николай, когда Леонид ерунду читал? Ну, я подумал, что потом спрошу по этому Ну, хорошо, нет, такая профессия тоже принимается Хорошо, я не против Опечатку исправляйте, открывайте список опечаток и смотрим Я же вам неспроста говорю, что исправляйте, потом иначе будете мучиться, сами Я-то не буду мучиться, вы будете мучиться Вы будете терять время, раздумывая над тем, над чем раздумывать не надо, просто надо исправить У меня пока просто, только электронный вариант, мне пока негде идет Понятно Просто у Леонида это уже есть? Да Как правильно это? Правильно Гадатчатха Потому что это дано в словаха, если это словах не дано, значит, это неправильно А перевод, вы говорите? А перевод, там же дан Дело в том, что есть слово Гадатха, вы говорите Там тоже ошибка, опечатка? Гадатха, так В переводе есть, в предыдущем занятии, слово Гадатха Да, есть и Гадатха на самом деле Нет никакой опечатки Списк опечаток Гадатха там есть, в Давинагаре Указано Просто дело в том, что у нас такого корня Гад Не дано было Не давался же Нет, было Гадатка, а вы говорите Да, было все равно Гадатха Гадатха А вот в втором письме, в культурном видео, у меня вот и написано, что я часто Так, список опечаток, открываем список опечаток Надо исходить из него Ну, собственно, там написано вот, что мы авторитетной рукой Следующим Гадатха Гадатха То есть, слева неправильно, справа правильно У кого, получается, есть уже на руках учебник? Да, очень нет Получается, у Леонида У кого еще? Учебник есть На руках, да? Да Алексей Марина, у вас еще нет, да? Да Будете заказывать? Думаю, да Подумайте еще раз Вы сказали, что слева неправильно, справа правильно Да Наоборот, как раз Слева неправильно, справа Алексей, Николай, откройте список опечаток Нет, я понимаю, просто Вы открыли список опечаток? Нет, вы скинули в скайп Я скинул в скайп кусочек списка опечаток Да Вот и все Я говорю, слева неправильно, справа правильно Чтобы понять, о чем я говорю, нужно увидеть весь список опечаток Понятно, просто у меня описан как раз вариант справа Я понимаю, пользуйтесь файлом Я сейчас говорю о тех, у кого книга Вы поймите, в разных местах разные опечатки Я не могу составить единый реестр всех опечаток во всех изданиях, всех вариантах Это будет отдельная книга Нет, вы, честно говоря, меня не поняли У меня написано Графима Ча У меня Нет такого слова С формы С формы там Гача Или чем-то подобное Это Презначается Как раз Вариант справа Как вы в скайпе написали Это неправильный вариант Дело в том, что есть глагольный корень Гам Ити От него Значит Образовывается Гач Вот Это, собственно, от глагола Гам Ити Хорошо Допустим, такое слово есть Я не хочу сейчас сдаваться в бутинную дискуссию На счет именно этого места Но Есть правда И в ваших словах Я согласен Дело в том, что Дается Га-да-дха Но при этом Есть некоторые сложности Я не считаю, что ее нужно так сильно разворачивать Хорошо, что вы обратили внимание Будем считать, что здесь написано В зависимости от того, куда мы смотрим Или га-ча-дха Или га-да-дха Вообще Га-ча-дха В дальнейшей дискуссии В данном случае Она неоправданно затягивает Хорошо, что обратили внимание Поехали дальше Следующее слово Ва-чана Вач Харата Вщата Вар Вара Вана Кар Гам Шала Нара Нара Прям-таки шала Ой, на... Ой, этот... Ба Нет Вру Сознательно? Ба-бала Сознательно Да, создай Бессознательно вру Бала Так... Бала Нара Нара Да-ща Джала Джана Га-га-джа На-ча Хорошо Алексей, сначала Ча-на-гаджа Джана Джала Га-ща Га-ща Нара Пала Га-ща Нара Га-ща Га-ща Мне послышалось Га-ща Га-ща? Ща Га-ща? А что это слово должно означать? Га-ща Сколько? Мне одному слышит? Что слышите, Марина? Га Га или Ды? Какой слог, не понятие? Первый Гэ Как слово, другое слово назовите Я не понимаю, что Вы говорите Ге-на Ге-на? Нет там гены нету А-де, Даша Да-ша, там Даша есть Гена нету Да-ша Нара Даша означает 100, да? Даша 10 Вы прям щедро даете Надо чуть скупее Значит, Нара Бала Хорошо, а если Гаша, то как вы это приводили? Да я про себя Когда делал, правильно читал Я сейчас ошибся Ясно Публика смущает С такой публикой я бы тоже смутился Ладно Бала Гам Кар Вана Вара Так, постойте, постойте Вана, где пана? Не, ВВ Более отчетливо Вана Вар То есть Вара Потом Вар Щата Вахарата Вач Вачана Гачхатха 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 Правильно Когда вы говорите «радха», я слышу «дэ», а не «тхэ». Я один слышу «дэ». Нет, я ошибся. Я ошибся. Все правильно. Радха. И падха, и радха. Падха, радха. Да, падха, радха. Кадатха. Катара. Чарана. Чата. Чататака. Чататама. Хорошо. Когда кто-то другой читает, вы при себе слова переводите, вы их понимаете, или вы просто развесили уши и слушаете, что же он читает? Вы думаете над тем, что кто-то другой читает? Или вы думаете, что это время перерыва для вас? Думаю. Перевод сразу сложный еще. Ну, вам сложно, когда вы читаете. И они-то отдыхают, когда вы читаете. Они ждут, пока вы ошибетесь, так сказать. Нет, они могут следить тоже за текстом в Деванагаре, но перевод сразу не сообразишь. Ну, они когда уже читали, они уже, думаю, расслабляются. Я к чему, что не расслабляйтесь, следите. Я в любой момент могу вас спросить, что же я вам прочел, какое-то слово перевести. Николай, с конца. Мы гласные еще не приходили, поэтому этом быть не могло быть. Правильно, правильно, продолжаем. Не останавливаемся. У нас мало времени. Ча, царана, хатара, гададха, радха, падха. Хала Чешака Я Пада Хана Мама Дама Это был Ха Са Парама Дзан Днава Дхатчатха Хачана Как? Первый слог какой? Ва Хорошо Хачана Вач Харата Шата Вар Вара Ван Вана А потом ван Кар Нет, ван нету тут Да, да, это кар Дан Дан Пала Нара Даша Джоуан Джан Даджа Прямо таки джан Джана 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 Гаджа Гаджа Та Хорошо читайте, Николай, мне понравилось. Почему в третьей строчке Гадчхадха, а не Гададха? Да потому что дважды одно и то же слово в упражнениях не может повторяться, а в пятой строчке уже и так есть Гададха. Понимаете, в одном упражнении одно и то же слово дважды встречаться не может. Подождите, в пятой строчке нет такого слова. Ну это в моем, хорошо, в издании, в старом, тут я уже, в общем, есть там слово Гададха, есть такое слово? Есть, есть, да, Гададха есть. То есть оно не может повторяться два раза, согласны? Согласен. Следовательно, убиваем младенцев. Хорошо. Я это не сказал. На всякий случай тут, это я не противоречиваю, просто тут на всякий случай Даша два раза десять. Оно во второй строчке, там, ну, третье с конца. И в последней строчке перед Датама. Не знаю, у меня один раз. Ну ладно, давайте пойдем дальше. Пойдем дальше. Значит, Алексей, читаем, переводим. Я. Я это что, где? Я. Что я? Ча. 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 И переводится. На. Не. Перевод. Слово перевод можно пускать, я и так понимаю. Остальные, если нет, то это уже диагноз. Даша. Десять. Дама. Дом. Жилище. Одного значения достаточно. Я понимаю, что вы уже понимаете слово. Второе можно отбрасывать. Гаджа. Слон. Ванна. Лес. А щата не пропустили? Щата. Нет у вас только. Допустил. Щата. 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 Это сто. Сто. Сотни. На. Чака. А ванна. А ванна. А ванна. Лес. Хорошо. На. Чака. Танец. Сейчас так узнаем. Нет. Танцор. А. Танцор. Ка. Суффикс. Часто деятеля. Га. Нака. Математик. Са. Этот. Я. Беть. Кар. Делать. Гам. Ити. Джан. Рождаться. Нар. То есть. Нара. Человек. А Джана не пропустили? Джана. После Джан. Нет такого. Есть. Нет? Джан. Джан. А потом. Нара идет. А. Хорошо. Зачем не пропустили. Бхарата. Это имя героя. Или что-то такое. Страны. Страны. Страны, да? Страны, откуда взялся этот герой. А еще Индия. Это тоже Бхарата. На самом деле, сначала был герой, потом была страна. Конечно, Алексей Прав. Да, верно. Дама. Вроде было уже. Дом. Дама. Два раза в этом упражнении? Нет. Последнее слово какое? Предпоследнее. Дама. Дама. Дом. А не было в этом упражнении дама. Значит, в том было. А в том было? Кто помнит? Да, было в том. Было? Хорошо. Последнее слово. И пада нога. Хорошо. Очень хорошо. Янит. С конца. Пада. Шаг. Нога. Одного значения достаточно, чтобы я понял, что вы помните. Любого одного. Желательно первое обычно. Пада. Нога. Дама. Дом. Харата. Эпический герой. Нара. Человек. Чан. Это рождаться. Джан. Джан рождаться. Гам. Гам. Это нигде. Кар. Делать. Я. Который. Са. Са. Гарнака. Хорошо. Математика. 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 Один. Тик. Достаточно. Очень много. Это я издеваюсь просто. Я помню. Люжки поделать. Натака. Актер. У Леонида очень хорошее произношение именно церебральных. Прислушайтесь, как он это делает. Господи, а теперь меня похвалили. Математика. Вана. Лес. Гаджа. Слон. Щата. Сто. Даша. Десять. На. Не. Ча. И. Хорошо. Теперь я засекаю секундометр и буду читать Марина. Я не смогу. Так что секундометр. Поехали. Переводом? Разумеется. Я. На. Не. Даша. Десять. Шата. Сто. Гаджа. Слон. Вана. Лес. Гада. Натака. Танцор. Ганна. Ка. Математик. Са. Этот. Я. Ка. Ка. Делать. Гам. И. Рождаться. Джана. Человек. Нара. Герой. Человек. Бхарата. Бхарата. Дама. Дом. Пада. Шаг. Отлично. 38 секунд. ГТО. Новый рекорд. Николай. С конца. Хорошо. Пада. А. Дама. Дом. Харата. И. Харата. Нара. Выбор. Нара. Где тут выбор? Тут выбора нету. Нара. Герой. Нара. Герой. Да. Джана. Человек. Джан. Рождаться. Гам. Идти. Кар. По-моему. Делать. Я. Который. У кар нету перевода по-моему. Это вольность. Хорошо. Кар. Это делать. Да. Я. Который. Са. Этот. Канака. Математик. Натака. Танцор. Двана. Лес. Гаджа. Слон. Ща. Та. Сто. Та. Ща. Десять. На. Не. Та. И. Да. Минута. Четыреста. Минута. 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 Четыреста. Вы резервы по санскрингу. Ахахахахаха. Ну если Маркис тренер, то мы сборная. Ну да. А кстати вот с серебральными согласными нет такого, как с буквой Ё, что они ударение притягивают? Потому что. Нет. Просто у вас язык вывернут. Вы уже не успеваете развернуть его назад, поэтому вам так кажется. Уже столько усилий вложено, чтобы свернуть его трубочку. что нет тут такого нет притягивает ударение долгий и гласный марта можно спросить в чем разница между нара и джана нара это скорее герой а потом уже человек на самом деле а джана это тем более множественном числе это вообще просто люди народ героев никогда не бывает много а вот джан бывает много итак читайте отлично посмотрим как вы это все записали значит все не прислали мне то что писали первому занять во втором занятии николай не успел хорошо присылайте леонид а присылайте присылайте обязательно иначе просто не на десятом занятии вы поймете что вы пишете и кратко и ставите там не оставить и долгое потому что у вас просто не проверили вовремя третье занятие классный есть кратко и классный а и у а и у есть сейчас я напишу открываем прописи первых на странице на странице но если добрые люди кинут туда сейчас искать 10 страница 10 11 страница это доска была он дал ядет на скут сказать да да и дорисуйте чего не хватает сейчас я дам ловите файл здесь есть все ссылки в процент Да. Да? Да. Хорошо. Итак, значит, гласные бывают, получается, краткий, а, и, у. Одну секундочку. Значит, краткий, а, и, у. У. Санант, эр. Эр. Что такое санант? Для нас это полноценное гласное, но пишется, как может быть эр гласная. Эр гласная в чистом виде, конечно быть, не может, поэтому в разных концах индий зависимости от того на юге говорят произносят как ру на севере как ры то есть добавляют как бы глаз понятно якобы здесь r сана как в чешском языке мудрствовать раскатистая как слове самскртам как слове ригведа почему ригведа ри на письме этого нету есть просто на юге говорят не ригведа а ругведа самскртам то есть разная озвучка этого р сананта она встречается лишь в одном корне слове клуб служить поэтому это это редкая штука а вот их много их произносят по-разному но для вас важно что это полноценная гласная р с кружком вот сейчас на доске нарисую это полноценная гласная это важно помнить то есть у нас r раз видов парад пишутся а здесь еще и это уже не согласная опасная значит r с кружком вот повторюсь если шрифт плохой то будет не кружок под р а будет . но означает это одно и то же что это р она ведет себе как гласная значит а это краткий и гласный санат р и л с кружочком вот это сананты что такое санант можете посмотреть в учебники к науэра конце есть гласарий и там есть статья санат чтобы вы понимали если вам интересно что означает этот термин третий раздел это и и о для простоты на письме они пишутся без знака удлинения то есть просто буква и и просто буква о хотя они произносятся так как будто бы над ними стоял бы знак макрона то есть удлинение посмотрите на доске витя написал они читаются как будто бы над ним стоял знак долготы о это не и о это и о разницу понимаете санскрите нет кратких и и о ясно вообще никак вообще никак даже если очень хочется но на письме долгота упирается почему но чтобы уменьшить количество диакритики и и так очень много понятно они всегда долг потому что они родом происходит от дифтонгов что такое дифтонг это 2 класс подряд которых нельзя разделять а у ой а у ом и кало это а и не неразделимы и и о они восходят к ай-ау. Дифтонги это особенность древних языков. Итак, получается у нас краткий сонант р-л гласный дифтонгического происхождения э-о и дифтонги ай-ау. Значит, почему важно различать долготу? Вот когда Марина слегка, например, распевисто читает, получается иногда желание потянуть. Потянуть, растянуть. И получается вместо са-он получаем са-ана. То есть, разный смысл. Например, в книге Фроули, в русском переводе книги Фроули, дается список мантр. В английском издании честно выписана диакритика, то есть рам-раам-а. А в русском решили упростить и, так сказать, просто везде все гласные стали краткими. Понятно? О чем я говорю? Или непонятно? Почему это важно? Алексей, на вашем лице написано недоразумение. Я поэтому спрашиваю, понятно или непонятно? Понятно. Ну вот. А тем, кто переводил, было непонятно. Они решили, ну что такое долгие гласные? Ну, долгие, краткое. Это буржуазное излишество. Решили упростить. Этого делать, конечно, нельзя. Потому что рам- Значит, разница между рамой и любовником лишь долгота гласная. Поэтому тут надо быть осторожным. Очень много в санскрите А А А Если в том языке предшественники санскрита было много разных гласных, то в санскрите А А Большинство Их очень много. Итак, в начале слова гласное пишется особенно. Для нее есть отдельный знак. Если гласное пишется внутри слова, она пишется через определенную диакритику. Передается надстрочными, подстрочными, слева, справа знаками. А в начале слова гласные имеют свое особое начертание. Гласное А имеет две разновидности начертания. Начнем с современной, популярной, северной. Итак, десятая страница прописей середина. Сначала тройка. От тройки в сторону черточка. Черточка упирается в стержень. Стержень накрываем палубой. чтобы получить долгую гласную. Повторяем еще раз все эти шаги на следующий. Что такое долгая гласная? Долгая гласная на письме это та же гласная со знаком долготы, со знаком Макрона. То есть черточкой над гласной. Как писать? Понятно в транслитерации? Да. А второй вариант? А мы сначала допишем вот эти, а потом второй вариант. Ну, или оставьте место. Ну, не суть. сразу долгий напишем. Можно и так, и так. Алексея я перестал видеть, это очень плохо. Я отключу попозже. Я не один просто. Понятно. Вас много уже. Это уже не ранее. Вообще фраза я перестал видеть, она довольно двусмысленная. хорошо. Итак, А долгая. Добавляем черточку после нашего стержня, добавляем еще одну, еще одну, один стержень. Это получится А долгая. Николай, понятно? Да, понятно. Записали себе? У вас две строчки есть? Хорошо. Второе начертание А. Южное, древнее. Это основа похожая на ПА. В ней прорисовываются дуги. Дуги могут прорисовываться по отдельности три штучки, как у ёжика. Или могут прорисовываться в виде кривой линии. «Солнышко»? Кожа «Солнышко»? Скажется… Это какой символ? Это «А»? Это разновидность написания «А». Южное написание. «Солнышко». Жаргонное обозначение «Солнышко». Автор сломанной палки. Да. Нет, автор ещё более древний, чем сломанная палка. А это короткая «а» или? Это короткая. А чтобы её сделать долгое, Николай, что нужно сделать? Сделать долгое? Да. Всё на палочку? Хорошо, что не оторвать ноги, да. Одну палочку добавить. А писать нам как? В смысле? А, писать? Это просто ты пишите северный вариант, но всегда должны помнить, что есть южный. А, всё. Мне лично больше нравится южный, потому что северный слишком попсовый. Да, эти омы на всех стенах. Ну да. Я бы сказал, на стенах ничего ещё, но... Да. Но не будем. А-а. Все дружно вместе хором. А-а. А-а-а. 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 Прости, как у Зубнова. Причём футбольная команда у Зубнова. Ладно я по санскриту тогда выпусть. И. Да. Гласное И в начале слова пишется как кусок знакомого вам уже знака. Вот какого знака? А-а. Тихо? Нет. Какого? Ой, Марин, сейчас договоритесь. Да. Сейчас до позора договоритесь. Несмываемого. Тихо. Что-что? Тихо. Да. Это половинка не Чиха. Да. Половинка Чиха. Николай. Чиха? Чиха! Ну как джиха. Как джиха, духа. У меня написано как серебраное да. Ладно, мне страшно уже спрашивать на что это похоже. Это ни на что не похоже, повторяйте то, что я написал. Ну да, джиха без правой части. Это и краткое, и долгое. Это то же самое, сверху добавляю крючок. Смотрим, как я добавляю крючок. Крючок я добавляю, опускаю справа вниз. То есть как-то сверху вниз, справа влево. Вот так. Понятно? Получается короткое, да, получается? Когда я прорисевал крючок, это уже и долгое. Это уже и со знаком удлинения. То есть с маком, со знаком долготы. Это глубокомысленное сопоставление. Я должен его осмыслить. Уйдет не одна неделя. У. 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 Это следующая пара. У. 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 палочка она должна быть там без петли и без чего без там расхождение линии старайтесь пошире чем в одном оплата в одном портах он был последний группе там прямо в целом да вы поймите там начертание писано пером что писано пером не всегда возможно повторить ручкой но можно да сейчас я кину ссылку возможно поможет смотрю там и там просто хорошо хорошо можете открыть себе ссылку возможно поможет а по этой ссылке это печатный вариант или же прописи как бы это как что вот то что вот по ссылке вот это материалы это прописи или печатные это на основе шрифта то есть неповторимо от руки но очень красиво я просто обожаю каллиграфии тем более индийскую но она не имеет ничего общего от того когда мы пишем ручки итак у краткая у краткая это некая тройка 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 братья только середина более выпуклая у долгая это у с знаком макрона или долготы и к нашей обычной у прорезин перерисовывается крюк справа уже почти как в аум конечно похоже вот здесь у меня получилось не дурно последний это у долгая и так а а и и у у повторяет леонид а а и и у у убедительно хорошо это все как бы в одну клетку должен да ну и крючок над и долгим он над крючком да то есть в начале слова одно написание а внутри слово другое но три слова другое но три слова другое так для простоты иллюстрации берется согласный слог к к нему прикручивается разное гласное что вы понимали наглядно видели, что происходит. Итак, берем К. Перед ним ставим черточку. И соединяем сверху радугой. Палубная линия. Мы написали что, Марин? Ки. Все-таки нужны цветные карандаши. Что-то фломастеры. Ки. Это Ки. То есть И краткое внутри слова ставится перед тем знаком, перед той буквой, той согласной, к которой она относится. А это должно влезать в клетку? Нет, это уже стадизм был бы. Это полторы клетки. Что, Алексей, я написал слева снизу? МИ. МИ, МИ, МИ. МИ. Как? Да. Я написал МИ. А теперь прочитает Николай, что я напишу. Читает. Хотим? Да раз. Я так плохо написал? Сейчас. Сейчас. Первый снизу был бы. Ну, первый мы проходили сегодня. Ну, вот так. По-моему, тот тоже. А. Это будет ИТИ. ИТИ. Не переводится. Точнее, переводится иногда как так, таким образом. Пишем. ИТИ. Переводится так, таким образом. Если вы прочитали и не поняли, что это прямая речь, то в конце ИТИ указывает, что это была прямая речь. То есть функция кавычек. Как вы уже поняли, пунктуация и орфография в санскрите вещи весьма условные. Но додумались того, что можно поставить после. То, что можно поставить до, не додумались. Но, слава богу, хоть после ставят. Иногда. Это может быть какая-то мысль высказанная. Не обязательно вслух. Кто-то что-то подумал. То есть это обозначение прямой речи записанное после. Да. Поставится после. В конце прямой речи. ИТИ. Будет встречаться с Пошей рядом. Переводится таким образом. Что? Переводится как таким образом? Да. Таким образом. Ну, или никак не переводится. А лишь подразмывается. То есть ставите кавычки в переводе. Или не ставите, если не понимаете. Где начинается. Еще надо понять, где начинается эта прямая речь. Конец-то вы видите, а где начало. Это не очевидно. И долгое значит рисуем К и черточку после уже соединяем радугой. Я написал КИ и долгое. Леонид, что я написал? ТИ. ТИ, да. А то есть получается мы сначала пишем то, что под палубной линией. Да. Сначала выписываем все под, а потом уже в конце палубу. да. А потом уже всю диакритику будущую. Да. А вот запятую сверху пропустил. Мы целево направлены, справа-налево? Запятую сверху? Вы запятую назвали радугу? Радугу рисуем в конце. Вопрос был какой? С какой стороны? Слева направо. Слева направо. Запятую. Никакой романтики в человеке. Прозаик. Николай, что я написал? Вы написали ма хи. Даже было что такое? Какое страшное у вас начертание. Это будет получается махи. Махи. Земля. земля в смысле как планета или как ходить по ней? Как планет наверх? Ладно, я не буду больше саживать. Итак, у ставится точка под тем знаком, который нам нужен. И это точки запятая. Вот тут термин запятая уместим. ку ставим жирную точку. Жирная для того, чтобы я потом увидел, что стоит она там. И слева от этой сначала ставим точку, потом влево рисуем. И получается, что стержень остается посередине. понятно? В случае ску стержень посередине. А в случае таких знаков, которые широкие, как, например, ту, то там получается, ну как, центрируем. Знак диакритики внизу центрируем. то есть там уже под стержнем не надо. Будет уже непонятно, к кому он относится. А в случае ска у него всего одна палка. Поэтому то есть может быть кружочек, а не точка, да? Кружочек, а не точка, а кружочек и не точка. Вот запятой, которая. Ну, кружочек, вы имеете в виду, пустой? Нет. Точка все-таки. Аукчергеной кружочек. Я поэтому это надо выпить тогда. А что выпить? одну секундочку. Память не Крясно, но стало скучно без меня. Крышок навестить. Так. То есть кружочек, это, конечно, перебор. Там должна быть точка. У Кочергино, это прямо на девятку лежачую похоже. Девятку, это как сейчас? А, ага. Ну или на шестерку, если У длинный. Такие варианты уже девятка, шестерка, я уже скоро подумаю, что там уже лежачий дракон. Страшно подумать. Так, сейчас я напишу, и Алексей прочитает. Книга лежачего дракона. Может прилипнуть. Ага, читаем. Пура. То есть, если еще на добавить, будет прям Пурана? Да. Офигеть. Как переводится? Кто именно? Пура. Пура город. Город? Название город, да? Нет, город, просто город, абстрактный город. Все города Пура. А Нагара или как-то еще? Ну, это альтернативное название города. Все. А это те, кто не получил нормальное название, тому осталось Нагаре. Кто не достоин Пура. Великий и могучий индийский язык имеет два названия города. Даже в первых трех упражнениях почерпина. У-у-долгая. Это запятая, но уже перевернутая. А вот сейчас вы записали сначала запятую, а потом палубную линию. Или это не распространяется на запятую? Я подумаю сейчас. Сначала символ, потом палубная линия и запятая. Или какая последовательность? Ну, палубную линию пишут в середине, чтобы была она ровная, аккуратненькая. Диакритику есть желание сверху записать вторым шагом, чтобы ее не забыть после палубной линии. Есть вот еще такой соблазн. Когда ее много, вы можете ее забыть, прописать. Ну, то есть, это не как в японском, да, строго заданная последовательность? Ну, если выиграть, что японское письмо построено по принципу Деванагари, все азиатские письменности, кроме китайской, они производны от Деванагари. Вот, это новость. Сами они у рабов степсели, докрутили и отдали японцам пользоваться. Поэтому сложно сказать. Если японцы довели их до совершенства, то почему мы не можем предполагать, что и уже индусы додумались до этого? Сложный вопрос. Честно, я думал над этим много лет. Не могу ответить. Просто и однозначно. Можете писать сначала диагретику пота, потом палубную. Тем более, мы пишем отдельный слог, здесь не важно. Понимаете, да? Отдельный слог предполагает определенное облегчение. Вольность. Да, некоторую вольность. О довольности. А, кстати, вот было слово чашака. Это родственная нашей чашака? Разумеется. Оно и есть. Да. Хуже того, оно и есть. То есть, у нас получается, вы думали, когда учили санскрит, что каждое занятие будет по многу слов, а сейчас каждое занятие будет по двадцать. А там один-два, потому что как-то мелко. Один-два я так знал, и без занятий. Что я написал, Николай? Вы написали... Давайте, давайте. Ну-у-у! Покоровка! Покоровка в чате. Да ладно, Мартур. Сейчас мы поиздеваемся над Алексеем. Алексей? Алексей, нет. Ого! Какие еще животные у нас есть? Что еще говорят в азбуке? Какие там приводятся звуки? И-и-и-а. Это слишком сложный для нас звук пока. Но на у-у-у, наверное, ничего больше нет. Так, так, так. Ку-ку там что-то было. Так, так, так. А да, ку-ку можно. Ку-ку. Ну, давайте ку-ку. Издеваться так издеваться. Она пишет, давайте, на доске Леонид. Блин. А я... Я выберу каракули. У вас, даже если вы не будете выбирать каракули, получится каракули. Не переживайте. Решительно. Да. Так. И у нас, значит, первая у будет короткая. Так, тут у нас точка, мы ее закрашиваем. Так, сейчас, вторая у пришла. Оп. Так, и, естественно, вторая длинная как-бы. Ку-ку. Ой, это даже на смайли. Так, 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 только ку-ку. Неправильно. А-а-а. Все, все, ку-ку, мой мальчик. Да, я понял. А как это удалить? В аналах... Не делайте скриншотов. Давайте я это зачеркну, как бы. Сейчас, я, кажется, молочился. В аналах Акаши это записано, Леонид. Да-да-да. Не помню. Ничто не забыто, как бы. Ку-ку, ага, и вверх нам, да, я понял. Вот так вот. Теперь смайли. Да. Теперь полноценно прочтите, это... Ку-ку. Принимается. Как приветствие будем сейчас использовать. Ку и ку-ку. Хорошо. Понятно, Николай? То есть в начале слова отдельные знаки для гласных, внутри разного рода диакритика. А вот огласовки в арабском, это тоже диакритика? Огласовки в арабском диакритикали. Дело в том, что в семитских языках огласовка дело вообще второстепенное. То есть гласные... Огласных ведь не сразу додумались их записывать, поэтому додумались потом. Поэтому, например, в современных изданиях Торы, там есть уже с огласовкой. С арабами похожая история. То есть это дело вторичное, следовательно... А вот если бы сразу додумались, не было бы свидетелей Игловы. Но мир был бы не таким красочным, что ли. Кто бы звонил вам в дверь? В дверь, да-да-да, в восемь утра. В воскресенье. В нем был бы скучно. А, значит, смотрите. Помимо этого есть неприятности. А, исключение. Ну, почти что исключение. Значит, эээ... Эр... И... Эр согласная. И... Щ... Щ... Она встречается с... А теперь Леонид мне скажет, что я написал. Какой знак транслитерации? Если он не знает, лучше скажет сразу, что не понимает, а я поясню. Если знает, то считает. Так, что-то я не знаю. Варианты? Марин? Я тоже не знаю такого. Это третий вариант? У? Нет, это У краткое и длинное вместе, взятые в одной буквы. Да. Когда мы не хотим писать много, мы все совмещаем. Итак, полумесяц – это обозначение краткости. Я могу записать отдельно У краткое, не просто как У, а У с полумесяцем, то есть я хочу акцентировать именно краткость этого У. Когда я хочу две записать в одном, то я пишу вот такой вот пояс. Я также могу записать И, А в учебнике Кочергиной в печатном варианте, это будет встречаться у вас. Файл убогий, поэтому в нем этого нет. Понятно, да? Нет. Что именно непонятно? А что значит краткое и длинное? Ну там как бы три. Если длинное как две, то она и краткое и длинное. А, то есть это еще длиннее? Нет, 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 это еще не длиннее. Это обычное У-У. А от У там остался полумесяц. Смотрите, вот вы когда видите просто букву У, на самом деле вы видите У с полумесяцем, но полумесяц подразумевается. А здесь он проявился. У-У. 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 Итак, когда Ру и Ру, скажу так честно, даже индусы этих лигатур, если они южной разновидности, то есть древние, не узнают. Поэтому не бойтесь. Вы тоже их будете скорее всего не узнавать. Но тем не менее. Давайте попробуем они. Советую эти вещи посмотреть по Кнауэру, по Миллеру. Я выкладывал сканы в группе, но по возможности такие вещи надо смотреть в книге. То есть как выглядит Ру, как выглядит Ру, Шу и Шу. Ру. Да там такой мелкий Деванагарь. Мелкий, да всё же есть. Да. Надо с этой зубой. Итак, Ру. Мы прорисовываем крюк к обычному Ра. Это Ру краткое? Да, краткое. У долгое Ру, это запятая, но уже без точки. Внутри знака как бы, ну точнее справа, но... Вы Ру написали внизу как краткую, полумесяц сверху. Нет, там не... А, сори, 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 сори. Там должен быть знак долготы. Это У долгое. Но это всё ещё ладно, ерунда. А вот... А вот когда вы встретитесь... С таким товарищем? Ленин на броневике. Скорее уже... Троцкий в Мексике. А, уже с ледоколом. С ледорубом в голове. Вот это Ру долго, его узнать сложно. Слава Богу, оно встречается редко. Но когда оно встретится, это будет ровно тогда, когда вам нужно будет его прочесть. Это Ру, Ру долгое. Угу. Ну, слушайте. Шу используют фразы. Разновидность написания Ш. То есть, оно уже не в том виде, как мы привыкли, а... А вторая разновидность. Угу. 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 Ну, и следовательно. на шулу законно перевернутая запятая. Так, у нас сегодня торопится Николай, так? Да. Сколько у нас осталось времени? Вы на меня так особо не ориентируете. Сколько у нас осталось времени? Ну, 20. Хорошо. Это более чем достаточно, потому что ты даже сейчас не знаешь, чем заняться, начинать новую тему как-то успеем, погоняем, наверное, что-нибудь старое сейчас посмотрим. Итак, квадрат все скачали себе? Я нет. Скачайте. Откуда вот квадрат? Я не понял. Где я его давал? То есть, я правильно понял, это просто пустое поле квадрат для обычного квадрата. Да. Ну, просто есть подсказки. Возможно, вам уже не нужны подсказки. Я сначала думал, что же это за символы? Одни квадраты. Одни квадраты. А потом я понял, что это просто пустой квадрат. Сначала вы думали, квадрат ли это? Да. Присмотрелись, квадрат. Вроде все стороны равны, но сомнений нет. Да, вот так. Это удивительно, но вот… А, а может это проименительный падеж? Ну ладно, пилоседель. Итак, квадрат. Я повторил его. Листок нужно будет заполнить, а после следующего занятия нужно будет заполнить не только листок, а и цепочку. Мари, как скоро, я не заведу. То есть его надо сначала распечатать, да, для начала? Я думаю, что если вы будете писать прямо по монитору, это будет одноразовое действие. Дешевле на бумаге. Не, можно просто размер на пол монитора сделать картинки, и тогда можно два раза. В общем-то, да. Монитор двойного назначения. Одноразовый монитор. Да, мы весьма так не дойдем до середины. Так, где мои… Ладно. Цепочку, цепочку, цепочку. Сейчас найдем. А на группе есть контакт? А на группе есть контакт? Я ненавижу способ расположения информации по дате, то есть, конечно… Тут нужен сайт, но… Сейчас найду. Неудобно. Хорошо, что немного, поэтому можно достать. А что за дискриминация звука «К»? Там, где он должен быть, там цифры. Поясните. Ну, то есть, вот, открываем картинку квадратами. В первых трех квадратах… Ну что, вы «К» не знаете? «Карма» такая, у «К». А, «К», да. «Карма-К», да. А мы не можем, да, записать слово «карма»? Почему? Так, «карма», ну… Потому что «р» короткая, середине слова. Да, тогда не можем, это тема следующего занятия. А мы можем неправильно записать. Неправильно, и так запишите, не переживайте. Я тут недавно смотрел, как мне написали «Стри» женщина. Подумал, вот влияние лигатур. Человек уже готов на ноге «С» уже впендюрить, уже… У меня такой мысли не возникало, когда я проходил. Я уже довел человека до того, что он уже готов вписать ее где угодно. Вот гирлянда. После следующего занятия нужно будет заполнить также гирлянду, как заполняли квадрат. Собственно, если вы откроете сейчас ссылку гирлянды, что я вам советую, найдете советы по написанию, которых, возможно, вам не хватало. Ну, давайте, Николай озвучит пять рекомендаций по изучению Деванагри. Рекомендации? Давайте. Деванагри. Да вы сразу цветом переходите. Ладно. Хорошо. Лучше писать знаки и Деванагри на маги в клетку. Так они будут более пропорциональны. Это во-первых. И во-вторых, удастся избежать наклонного курсивного написания. У вас никого курсивного написания нет. Но есть, например, другие группы, там есть курсивное написание. Невозможно искоренить. Человек сразу пытается их наклонять вот так вот, чуть ли не. Выпрямить их уже невозможно. Даже в клетку умудряются писать вот так вот с наклоном. У меня поначалу тоже так было. Пришлось перебороть в себе курсивное настроение. Обязательно показать правильную последовательность написания каждого знака и проследить, чтобы она была утвоена. В дальнейшем ученики могут писать курсивом и как угодно упрощать знаки, но им должно быть интересно, как правильно писать. То есть, последовательность. Важно. То есть, ну, такие вещи, как там, сначала у и после палубной линии. Ну, я сам пишу, Леонид, сначала палубную, потом уже диакритику. Ну, вы, чтобы не забыть, я же не знаю. Просто последовательность, дело в том, что вот в тех, в индийских прописях, которые я вчера выложил, Николай, там последовательность, которую вы не сможете повторить. Понимаете, в чем дело? Даже последовательность К, я не представляю, как ее можно повторить. Поэтому я слежу за последовательностью, чтобы она была воплотима, потому что то, что дано там, оно неповторимо рукой человека. Получается, они предлагают разрывать в К, когда я предлагаю писать эллипсис с хвостиком, я пишу его одним движением. А они предлагают разбить его на два движения. Как вы думаете, у вас получится ровный половин, ну, симметрия? Симметрия будет нарушена. В чем смысл? Я не знаю. Поэтому сначала стержень, чтобы было к чему прикрепиться. А там уже эллипсис с хвостиком. А они предлагают сначала эллипсис, потом, по-моему, стержень, а потом хвостик. В общем, нарушают, поэтому не верьте никому, кроме меня. Даже то, что я выкладываю, это все равно ерунда. Пока я не скажу, что это правильно так. Правильно, индийская традиция только устная. Увы, да. Увы, да. Увы, именно так. Вдруг это враги с санскрени. Получается, да, все равно. Третий. Следует давать ученикам все варианты написания одного знака. Это знаки переноса просто из варда у меня. В учебниках дается один из двух-трех возможных вариантов. И в результате возникает непонимание. Например, ча имеет три варианта написания. Два прописных и один печатный. Вот это золотые слова. Это почему, собственно, вы смотрите на мою картинку, а не в учебнике Череганофи. Понятно, да? То есть нет ни одной книги в мире, а у меня сотни книг по санскриту, в которые были бы даны варианты. В учебнике Кнауэра есть намек на варианты. Но нету всех. Четвертый. 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 Имеет смысл... Имеет смысл начинать учить письмо с согласным. В сочетании с кратким А они дают слоги, из которых можно... Индусы начинают учить с классным. Сразу с тех форм, которые встречаются в начале слова. Я считаю, что это недоработка. Да. Мы улучшили. Ну, вы же понимаете. Мы лучше знаем двенаковые. Следовательно, и улучшили методику. Пятый. Пятый. Как лучше залучивать знаки? Первое. Написать в прописи. Умение одной строки каждого варианта, каждого знака. Можно по три строчки, по 16 строчек. Некоторые лучше запоминают знаки в составе слов. Таким образом, неплохо будет подобрать... Среди вас есть некоторые и... На каждый знак. Не, не, не. Хорошо, потому что у меня лично точно как составе... Ну, в составе слов. Да, я некоторый. То есть вы некоторые, да? Стопин. Третье. Карточки мозаика. На квадратской бумаге, с одной стороны, пишут знаки динозавра, с другой стороны, фикерация. Далее из этих квадратских... Не дай, Боточка, не дал я вам мозаику. Но будем считать, что квадрат — это и есть мозаика. А это вот чёткие с графинами. Это чёткие с графинами. Это чёткие с графинами. А их, кстати... Не каноничные. На 108 или нет? На канон вам ещё не хватает разновидностей написания. А, то есть ещё можно сделать чёткие, то они выглядят красивыми... Да, я думаю, что вполне. ...перебирать и тренировать? Да, да. Сидишь вместо мантры там... Леонид, как бы не смешно, но есть мантры, построенные чисто на произношении варна-мала, то есть с алфавита. Да. И я скажу, что влияние они имеют не хуже обычных, стандартных. То есть мы дойдём, мы будем в начале занятия, когда мы пройдём все знаки, все звучания, мы будем начинать и заканчивать занятия именно с произношением, собственно, вот этой мантры, собственно, всего алфавита. Вы поймёте, вы почувствуете силу букв и звуков санскрита. Как мантра. Да. Куда ни ходи, всё время в секту пойдёшь. Кстати, в этой змейке сто восемь кружочков. Ты сидел, считал? Я давно посчитал уже, только сейчас сказал. Каноническое. Так что видите, Марк, всё-таки. Каноническое. То есть вы должны писать квадраты до того, как вы поймёте, как построены спарша, то есть смычные, согласные. Уже запоминайте, Алексей, или пока ещё смутно? Да, вспоминаю. Леонид? Запоминаю, но всё равно некоторые символы появляются сложнее, чем другие. И почему? Ну, допустим, да. Угу. Ну, тогда, может быть, их по три строчки ещё раз прогнать. Прогон такой. Да, 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 я думаю, надо просто побольше. Прогон. Упражнение по кочергине плюс квадрат. Насчёт лакшери, Марина, я сегодня сделаю пост. То есть там целая исследовательская работа. Я каждый раз очень ответственный отношусь к вашим вопросам. Поэтому я боюсь, когда я вижу 20 вопросов сразу, я немножко теряюсь и отхожу от компьютера. Думаю, а пусть пройдёт. Может, они как рыбки... Может, они сами между собой разберутся, что они там не поняли. Может, когда я прихожу вечером, ещё не успел толком... Ну, просто отключаем мне то, чтобы проверить, нет ли ничего срочного. Я смотрю, там вопрос... Ну, там... Значит, ничего срочного. Мне главное по времени, чтобы кто-нибудь не написал, что ему не... Ну, что он не может, как Николай сейчас, например, это сказал. Потому... Ну, да. Да. Он расстроился. А я расстроился, что он расстроился? Я там вчера расстроился. Ему всё... Да. Всё. Всё. Завязываю. В следующий раз продолжим гласный. Гласный Е. А потом будут лигатуры. То есть, пятое занятие, это будет уже весь алфавит. Ну, конечно, нам всё равно нужно будет упражняться. От того, что вы пройдёте лигатуры, вы ещё не будете их различать. Всё равно нужно будет погонять их туда-сюда. Да. А для этого я советую, опять же, изучать Кнаугера, Миллера и прочих товарищей. Потому что изучать глагатуры по современному изданию учебника по очередной невозможно. Мы будем по Матвееву ещё изучать. Блин, прикольно-то так. Говоришь, будем по Матвееву изучать. И все понимают, в чём шутка. Это так круто. Во Вселенной очень мало людей, которые... Я, честно говоря, этого тех никто не видел, но я верю на полу. Я бы предложил тебе отсканить, но нет. Оно и так уже в Хрониках Акаши. Николай, подключайтесь. 15 канал. Вчерашняя передача. Я бы предложил Леониду отсканировать. Я говорю, подключайтесь к Хроникам Акаши. 15 канал. Вчерашняя передача. Восемь вечера. Что такое Хроника Акаши? Я бы явно без эзотерической подготовки. Акаша, это некоторые исторические... Всё, что на Земле происходит, оно запоминается на эфирном плане. Ну вот, собственно, учебник Матвеева, он уже подпортил эфир и, собственно, в нём уже находится. Даже если мы его сожжём, он всё равно уже испортил мир. Он уже там находится. Я понял. Хорошо. А логическому завершению, да. А может, оно и хорошо, что есть Матвеев? Ну, на самом деле, да, получается, да. Я до этого рассматривал его как недоразумение. Получилось. А ведь в каждом хорошем есть что-то плохое, а в каждом плохом что-то хорошее. Вот это об этом. То есть, раз есть Матвеев, значит, мир что-то совершил такое, что заслуживает Матвеева. То есть, это карма, которую мы не можем... Хорошо. То есть, задача читать, читать бегло. Марина, конечно, читает очень бегло. Так, кто читал наиболее бегло, кроме Марины? Марин, как вам показалось? Ой. Что, Николай идет нормально, но слегка притормаживает Алексея. Тоже, вроде, еще нет легкости. Идет быстро, но еще легкости нет. По-моему, Леонида шло достаточно хорошо. То есть, читаем по несколько раз, да хоть по 10 раз, да хоть по 20 раз, Алексей. Хорошо? Пока вот оно, вот это домашнее упражнение, чтобы оно вот шло весело. Весело. Кстати, это очень круто. Едешь в метро и читаешь учебник на скрипт. Это такие ощущения. И вдруг вас переезжает другой поезд. Вокруг не могут эти крючки... Внутри этого... Обязательно читаем слух. Хоть шепотом, но слух, да? Нет. В метро я это делал, никто вообще не обращать внимания. Проверим. В метро это отлично. Главное не пить Харе Кришна. Абсолютно, абсолютно. Все. Спасибо за внимание. Значит, в следующую субботу тогда в 8. Удобно? А сколько? Ну давайте... А то до субботы неделя есть цены? Да. Да, да. Давайте без четверга. Давайте без четверга, пожалуйста. Ну что, давайте... Работайте обязательно. Давайте без расставать, а потом работать. Это вообще... Хорошо, ладно. Ну тогда давайте до субботы, до 8 утра тогда. Николай, вот нормально будет? Да. Или так же неудобно, как сегодня? Восемь утра? Нет, восемь. Предлагайте. Я опаздываю на работу, но восемь утра это... Семь нет, потому что группа в шесть есть проблема. В семь... В семь сорок можем... В семь сорок можем пытаться. Там же эти многодетные семьи. Нет? У кого по двое, трое? Да. Одесские сады. Они же забыли, в какой последовательности изучают сансквит в этом рождении. Николай, в семь сорок не поможет там? Во сколько у вас там поезд, автобус, что у вас там? Ага. То есть, если в семь сорок и там где-нибудь до девяти... Нормально. Если вы дома будете честно читать по несколько раз... Ну, полтора часа, да. Думать над тем, что вы читаете. То есть, не просто прочитали... О! Получилось! А еще, что там смысл должен быть? Тогда будет нормально. Хорошо. Давайте предварительно на семь сорок. Давайте пока предварительно на семь сорок. Хорошо. Все. Не будем нас на помощь задерживать. Я буду мутаться и... Занимайтесь каждый день. Если не знаете, чем заниматься, пишите три строчки каждого знака. Да. То есть, сегодня, если вы правильно поняли, в чем заключается... Значит, смотрите, помимо всех упражнений Кочергины, вы пишите, значит, эти сочетания КА, КА, КИ, КУ, КУ. Понятно, да? Да. Минимум. То есть, каждого сочетания... То есть, все, что мы проходим в виде обучения прописи и письма, это все вы повторяете, независимо от того, какие бы ни были упражнения, как Кочергиня. Понятно, да? И так каждую букву, каждое сочетание, которое мы прочли. И так каждую букву. Раз, два, три, четыре, пять. А, нет. Пять на шесть, это тридцать. Пять на шесть, это тридцать. Пять на шесть. Ну, потому что... Получается... А, 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 И, У, КУ, КА, КИ, КУ, КУ. Запятая, она центрируется одним способом, а под, например, под, например, Д, ДУ, она будет слегка смещена. То есть, чтобы, ну, чтобы не смущались. А, например, под У, У долгая, под Д буквой, буквой Д, смотрите. Она вообще, получается, уходит под Д. думает под Д. Т. А, Сори, Сори, да, 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 я уже... Только это не коротко. Это кратко, да. Она смещается, понимаете, да? Ну, понятно. Всё, вот это всё. То есть, пишем до потери пульса Деванагари, домашние задания по кочергине, квадрат. Недели должно быть достаточно. А жерель будет на следующий раз. А жерель не надо? Нет, каждому согласному надо писать все гласные. Я понял. Это будет математическая задача, когда Раджа пригласил... Да, и получилось, что человек разорился. Да-да-да, шахматы и зерно. То есть, он ушел с работы, перестал есть, он просто писал все комбинаты. Да. Ку-ку. Все, всем спасибо, все очень хорошо.